Блендер 281 И тут вот подумал, как сделать презентацию, допустим, модели Чтобы не настраивать по курве движения камеры и так далее Ну и чтобы по-быстренькому Ну и что придумал, давайте покажу вам Итак, вот опять же, не отпускает мне Армия Мэн Вот такой персонаж, главный герой Давайте ему площадку какую-то добавим Добавить мэш, добавить плоскость Так, плоскость будет некрасивая Ну тогда мэш и цилиндр по стандарту Единица на нампаде Английская S вытягиваем И вот с помощью транспоза Или клавишами S по X, S, Y, Z, S, X Можно вот это все дело сжимать, растягивать И, словом, придавать форму Так, смотрим, что да как Как тут все стало Назначаем теперь материал На плоскость Вот на основу Будет пускай песочный цвет Ну и сделать его потемнее Солдату назначим тоже материал Как обычно зеленый Потемнее тоже Ну смотрим, что тут получается На кости нажимаем Вот столько у него Именно кадров анимации Идет он на месте Все прикольно Смотрим сбоку Все, анимация закончилась А теперь жмем Shift-D Сочетание клавиш И все это дело Вытягиваем Опять делаем Shift-D Вот когда он на месте идет Вы можете смело Тут все это дело Добавлять и добавлять Ну хватит, в принципе Сколько смоем кадров? 97 Вставим 97 кадров Включаем Именно видимость цвета Единица на нампаде Так Можно все ненужное отключить Ну и включаем Анимацию Вот идет солдат Все прикольно Можно теперь камеру поставить И все это дело Конечно Сделать рендер анимации Но можно еще вот как сделать Чтобы не прикреплять камеру А именно к курве И чтобы круговой обзор был То можно заставить не камеру Крутиться А заставить Вот этого персонажа Просто Немного Вокруг себя покрутиться Так Выбираем Вот этого персонажа И через Shift кости Так Теперь Семерка на нампаде Кадры сбросим Именно Так Я сейчас побольше их поставлю Так Выделение сбрасываем Здесь вот Немножко Если у кого-то Ушло Подрегулируйте Поближе их поставьте Чтобы не было прыжка Сбоя В ходьбе И вот ставим на первый кадр И жмем R И один раз поворачиваем Вот так вот Если вы повернете больше Он будет быстро крутиться Быстро нам не надо Жмем И Так Положение вращения Так И масштабирование Вот так вот И переключаемся На последний кадр Снимаем выделение 90 Так 96 оказывается И тоже повторяем R И в эту сторону Один раз только И пишем И Положение вращения И масштабирование Ну смотрим Вот он пошел Крутиться Так Вот в такой ракурс Ставим Вот такая Штукенция Можно С теперь площадку Побольше сделать Единица На нампаде Ну и с помощью Мов Опустить Чуть-чуть Пониже Теперь Включаем Камеру Ну и все По прошлым роликам Семерка На нампаде Ставим G Ее где-то Наперед R Перекручиваем G Подгоняем Смотрим Крина на нампаде R Выравниваем Выравниваем Вернуть На первый кадр Вернуть на первый кадр Включить Цвет И вот так Все это дело Происходит Вот и Быстрая такая Штукенция Презентация Что еще Можно сделать Семерка на нампаде Единица На нампаде Давайте Добавим Мэш Добавим Плоскость Делаем Плоскости С Побольше И заходим В материалы Создаем Материал И Подгружаем Изображение Текстура Находим Текстуру Которая Задний фон Будет Выполнять Вот это Допустим Тройка На нампаде Здесь Можно Уже Транспозом Подкрутить И Поставить На задний План Вот так Единица На нампаде И Вот Все это Дело Преобразуем Подгоняем Если Надо Где-то Увеличиваем Где-то Вот так Подставляем Смоем Ноль На нампаде Так Это Можно Теперь Немножко Растянуть И Опустить И Подогнать Вот Таким Вот Образом Вот Такая Будет Презентация Вот С таким Задним Фоном Смотрим Смотрим Можно В обратную Сторону Крутить Можно Вот В эту Сторону Так Теперь Единица На нампаде И Как Добавить Еще Таких Персонажей По бокам Если мы Начнем Его Дублировать Shift D Делать То Будет Отскакивать Здесь Не будет Оставаться Персонажа Сбоку Надо Подгрузить Вот Этого Персонажа Заново Делаем Файл Делаем Импорт Делаем FBX И Находим Этот Файл Именно Вот Этого Персонажа Прибавляем Его В размере Чтобы он Был Именно Такой Же Не Больше Не Меньше И Теперь С помощью Мов Уводим В бок Вот Так Делаем Shift D И Уводим Его Вот Сюда Так Вот И Делаем Семерку На нампаде Вот Этого Персонажа Можно R Перекрутить Вот Так Ну И Площадка Или Нужна Или Нет Допустим Можно Без Площадки Это Значит Delete Выбираем Полностью Так Единица На нампаде Ноль На нампаде Смотрим Как они Попадают Нужно Будет Увеличивать Дальность Камеры Теперь Назначим Материал Который У этого Персонажа Зеленый И Этому Тоже Добавим Персонажу Цвет Зеленый Все Ноль На нампаде Подгоняем Так Ctrl Z Выбираем Тоже Косточки Через Shift И Немножко Его Поближе Ставим Ну И Этого Персонажа Через Shift Чуть Чуть Поближе Расстояние Чтобы Более Менее Ну Как Симметрично Было Надо Вот Это Вот Чуть Чуть Еще Поближе Чтобы Вот Это Расстояние Поменьше Было Ну И Посмотреть Как Этот Гаврик Будет Крутиться Так Добавить Теперь Каждому Персонажу Вот Это Shift D Копируем Кодровку Вот Эту И Shift D Копируем Покодровку Вот Так Вот Таким Вот Образом Ну И Этому Тоже Обязательно Shift D Можно Сразу Одному Скопировать Я Чуть Чуть Забыл Shift D И Можно Настроив Одного И Сразу Потом Дублировать Со всеми Настройками Так Ну Что Вот Такая Штукенция Смотрим Что Происходит Сейчас Поближе Поставлю Таймлайн Можно Отключить Вниз И Вот Будет Вот Такая Презентация Вот Такая Анимация Ну Опять Не Забываем Настройку Цвета Вот Вы Видите Что При Рендере Будет Вот Такая Штукенция Включаем Лифт Находим Лампочку Ставим Солнце Ставим Где-то 5000 Так Это Маловато Ставим 7 Теперь Семерка На нампаде Находим Источник Цвета Цвета Вот так Вот Ставим И Р Перекручиваем Смотрим 0 на нампаде Уже Лучше Уменьшаем Вот Этот Вот Объем 0 Вот Теперь На заднем Фоне Будут Тридний Тоже Нужно Все Это Дело Подгадать Вот Так Повыше G Подальше 0 Вот Так Будет Штукенция Так Что Еще Можно Сделать Фон Стал Светлее Вы Заметили Можно Убрать Именно Тени Вот Убираем Тени 0 Находим Плоскость Делаем Чуть С Вот Так Можно Блендер Чтобы Надпись Была Вообще Видна Ее Можно G Поднять Вот так Повыше Сделать С Побольше G Вот Подгадать G 0 Чуть Чуть Вниз Немножко R И Поближе R G Ну и Расставить Персонажи Через Shift Чуть 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 Сюда Чуть Чуть Сюда Этого Тоже Приподнять увести чуть-чуть вбок по центру поставить ну и вот этот тоже персонаж где-то вот тут пусть стоит так теперь камера чуть-чуть выравниваем и джи подгоняем вот уже получше будет убираем видимость ненужного и включаем play вот вы видите что вот этот гаврик он прописан мы же прописали вот эти вот первые кадры и вот он теперь будет падать на низ его нужно теперь перепрописать вот таким образом устанавливаем семерка на нампаде жмем r и положение врача и масштаб ставим на последний кадр единица опять же поднимаем так еще чуть-чуть повыше семерка на нампаде и еще немножко один раз только r и пишем и положение в вращении масштабирования так единица на нампаде все вот теперь гаврик настроен 0 на нампаде вот такой внешний вид все всем пока до свидания 0 на нампаде вот ну 0 0 0